Доброе утро, друзья! Ну что, сегодня решила показать вам мой день, его начало и рассказать немножко о делах рукодельных, рукодельных и вязальных. День он начался где-то в 7 утра, сейчас около 9, но покажу, как выглядит комната ранним утром. Вот так вот вся залита солнечным светом, нам сегодня обещают дождь, но не знаю, как это правда или неправда, это мне Лешик с утра уже объявил, сегодня у вас дождь. Дождя уже не было недели две, а может быть даже и больше, да не, наверное, недели три уже. Вот, устала поливать, но приходится. Вот наши члены семьи, вот пусечка, там Кузьма лежит, а Монька где-то ходит. Вчера Маруся меня очень сильно тревожила, вечером у нее походу поднялась температура, уши были как огонь. Я, честно говоря, перепугалась, думаю, не дай бог, что случится с ней, что мне делать с котятами, неужели придется кормить из пипетки. Вот эти подушки у меня сегодня задача, я все никак, уже давно собираюсь пошить наволочки, потому что они сейчас, конечно же, сюда не подходят этот розовый цвет. Под другое покрывало надо, оно тоже у меня есть, под другие шторы. Но все течет, все меняется и, конечно же, можно менять интерьер при помощи текстиля. Все вы это прекрасно знаете. Давайте пройдем, посмотрим, что же там Маруська, как у нее дела. Но я уже, конечно же, первым делом проснулась, побежала к ней. Во-первых, дверь надо открыть, потому что она предполагает в туалет ходить на улице. Ну и, во-вторых, посмотреть, что же с ее температурой. Вот. И все было хорошо уже сегодня. Ушки такие не горячие. И, в общем, я обрадовалась, что, может быть, это временное какое-то явление было. Ну, в общем, сейчас все хорошо, все съела. А почему я вчера еще переживала? Я и положила кусочек мяса, и он лежал целый, ну, долго, часа три лежал. Я еще удивилась, думаю, надо же, как это. Марусе обычно кладешь, кладешь, и она все кушает и кушает. А тут целый день лежит это мясо, молоко стоит, и она не ест. Ну, вот, видимо, температура у нее была. А может быть, она уже просто поняла, что еда не кончается, уже наелась, и как-то уже так это относится к еде. Когда хочется, тогда и ест. Такого, чтобы накушаться впрок, у нее уже, наверное, это чувство ушло. Вот. Дверь я закрываю здесь на ключ в терраску, потому что Кузьма прыгает на дверь и открывает. И, естественно, Маруся боится и не хочу, чтобы она тревожилась. Она прям лежит вот под дверью часто. Здесь я открываю тихонечко. А, вот она, наша красавица. Она кормит. Посмотрите, как они тьмокают. Посмотрите, как они тьмок-тьмок. Не знаю, слышно вам этот звук. Ай, ты моя красавица. Кормишь, да? Кормишь. Ну, вот опять, мне кажется. Не, ну, вчера вообще уши были горячие-горячие. А может быть, у кошек, ну, как бы всегда повышенная температура. Она же должна греть котят, потому что не всегда же они летом рождаются. Иногда и зимой, неизвестно в каких условиях. И природа, может быть, ну, как бы знает лучше. И вот так вот заложено, что, может быть, поэтому повышенная температура. Ну, вы посмотрите на это чудо. Ну, это же просто чудо чудное. Она вчера их вытаскивала. Всех выйду, а они все вот здесь вот в терраске на полу. Я говорю, Маруся, ну, что ты их вытаскиваешь? Сначала одного вытаскивала вот этого, который первый родился, это беляшек. А потом и всех стала вытаскивать. А Леша мне говорит, Лен, это она специально, наверное, их вытаскивает, чтобы у них ножки уже разрабатывались, чтобы они ходили. Вот, ну, наверное, да. Наверное, так это и было. Я их, конечно... Они все сонные, сидят здесь вот на полу, все сонные. Друг к другу прижались. Им ходить не хочется, им спать. А Маруся их, типа, давайте, давайте, ходите. Вот корм, роял канин, то есть, что мы даем своим котам, то и Маруся кушает. Водичка у нее здесь стоит. И молочко. Ну, молоко я забрала в коробку, она все вылакала. Причем оно скисло, но домашнее молоко, оно и кислое вкусное. Оно прям как сметана. Вот. Сейчас вот налью, занесла бы помыть. У нас здесь в терраске небольшой бардак. Это у меня вот бак стоит с водой, потому что иногда закрывают воду, выключают. У меня должен быть запас. Но в последнее время не выключали, не знаю. Все время вода идет, все лето. Что вы, мои сладкие? Вот. А этот тампон лежит, напоминалка. Сейчас разведу фурацелин, протруем глазки, чтобы не болели. А вообще, друзья, очень вот это опасное инфекционное заболевание. Глазки у котяток нужно следить, потому что Пуся у нас, когда к нам попала, но она вообще вся больная попала, она вообще была на грани смерти. С очень сильной инфекцией глаз, да не только глаз, и обезвоживание у нее было, и она вообще доходила. Еще бы чуть-чуть, и Пуся не было бы. Так вот, от этой инфекции глаз нам удалось спасти только один глазик. Одним она не видит. Он у нее есть, но он у нее мутный. Потом ходили в Москве к офтальмологу кошачьему, и она сказала, я думала, может быть, операцию какую-то можно на глазике сделать. Она говорит, нет, это будет еще хуже. В общем, капли какие-то мы там ей капали для боли, ну, чтобы немножко хотя бы восстановить зрение на этом больном глазике. Но она сказала, она им, я говорю, она им видит, она говорит, нет, она им подглядывает. Ну, что-то видит совсем немножко. А так, конечно, глаз, можно сказать, зрение утеряно. Так что я знаю, что вот это очень опасная инфекция глаз. Нужно следить. Как только покраснели веки, сразу надо вот чем-то обрабатывать, не дожидаться, когда они закиснут, загноятся, ну и так далее. Вот. Здесь у нас стоит туалет. Мои тапки стоят для Маруси. Ну, он чистенький. Она в него один раз, я говорю, сходила. Вот. А так, так он стоит, просто дежурит. Мало ли ночью захочет, потому что дверь в терраску я закрываю. Анины подоконники здесь стоят. Лешек купил в Москве на ее три окна. Да, у Ани дела продвигаются, но, друзья, показывать пока нечего. Она сейчас делает стены, шлифует. Помощи ни от кого нет. Вот. Надеемся, что осенью опять приедет папа, и тогда там уже и полы стелить. И она покупала такой же ламинат, как и я. И мебель собирать, все есть, но это все будет потом. И сейчас она устраивается на работу. Пока. Ну, вообще она сказала о моей жизни, меньше рассказывай. У нее, ну, не хочет она быть публичной. Поэтому, друзья, что разрешит она, то я и расскажу. Куда устраивается, я знаю, будет вопрос. Не буду я это озвучивать. Вы уж меня простите. Это моя дочь, но это ее личная жизнь, и она не хочет быть публичной. Вот такую штору я здесь повесила. И посмотрите, что придумала, чтобы, когда ветер сильный, ее не уносила. В сарае я нашла вот такой вот грузик. Это, я знаю, мужчины выливают из свинца. Ну, в общем, рыбацкие дела. В сарае я нашла и рыбацкие сети всевозможные, удочки. Видимо, хозяин, который здесь жил, был рыбак. Вот. И вот как же он мне пригодился. Я этот грузик прикрепила на эту штору. И вот-вот вышла, вот так положила, ветер дует. И моя штора на месте. В общем, мухи не залетают. А вторую сторону, вот такой у меня был, такая вот штука, крышка. Она чугунная. Вот такая я ею иногда при помощи ее делают цыпленка табака. Мою ее, заворачиваю в пакет полиэтиленовый одноразовый и кладу на курицу, когда жарю сверху крышку. И, в общем, получается вкусно. Ну, а сейчас вот здесь она держит вторую сторону этой шторы. Вот вам еще один лайфхак, как можно... Ну, это не обязательно свинец у вас должен быть. Просто что-то прикрепите тяжелое на штору. И будет вам счастье, не будут лететь мухи, комары, мошки и так далее. Здесь у меня стоит готовая плитка, ту, которую я сделала. Вот, это Анечка заберет себе на балкон. Будем отделывать ее балкон, но до этого еще далеко. Вот, ну, плиточку мамочка уже сделала. Там стоит гипс, я вынесла. В общем, еще буду делать плитку. Может быть, продам, может быть, еще Анечке не хватит. Ну, вот пять мешков гипса у меня есть. Стоит здесь. Терраску здесь мы... Я уже хотела без Лешика сама делать панелями. Но, видите, как судьба распорядилась по-другому. Теперь, пока здесь котята, конечно же, я ничего делать не буду. Пока их не пристрою, чтобы их не беспокоить. Где вы, мои сладкие? Беляшик. Они уже отзываются. Беляшик, выйди, мой сладкий. Мой сладкий маленький. А эти спят. Так сладко спят. Ой, мои сладкие. Вот. А Маруська здесь рядом сидит. Ей жарко. И она как бы вылезает из коробки. Ложится вот здесь на линолеум, на коврик. Хорошо. Лепота. Проветривается. Не так жарко. Вот здесь окно я сейчас открыла. А вообще на ночь я закрываю вот эту старую простынь. Вешаю на окно. Не на ночь, а вот когда солнышко повернется, чтобы здесь было не так жарко. Ой, что это моя тележка хочет упасть? Нельзя. Вот. Ну, а сейчас пройдем в дом. И я покажу вам, какой вчера я сделала. Вчера или позавчера уже сбилась с отчетом. Так, надо прикрыть. Здесь тоже вот закрываю от солнца. Да и сейчас там тоже. Сейчас ролик сниму для вас. И закрою окна. Жара опускается. Надо закрывать. Да. Вот насколько продвинулся проект плед. Сейчас я вам покажу. Четыре квадрата уже связаны. Ой, как же красиво в комнате теперь будет солнышко. Такой цвет желтенький. Не цыплячий совсем, но красивенько. Вот. Вот так вот уже смотрится. Вырисовываются плед. Осталось вязать сколько? 36 минус 4. 32 квадрата. Вчера я опять ходила в магазин и немножко повязала в парке. Вот. Очень удобно. Беру пряжу с собой, крючок, посидела, повязала и пошла домой. Итак, друзья, родилась вот такая подушечка. Посмотрите, какая красота. Убрала я отсюда скатерть, которая накрывала кресло. Во-первых, котам это как тедралка здесь у меня. Это я специально здесь, они дерут коготки, обматываю джутом, меняю потом, когда уже лохмоть. Вот уже одна штучка оторвалась. В общем, это кресло и кресло и когтедралка для котов. И вот, помните, я вам показывала вот этот свой недовяз. Из него получилась вот такая замечательная подушечка. Наволочку я пошила из мешковины. Очень классно смотрится. Но вообще в нашем доме просматривается эко-стиль. Корзинки всякие, подушки. Ну, в общем, все это просматривается. И вот, получилась такая подушечка боха в стиле. Боха эко-стиль. Вот, все очень просто. Да, подушку я собрала из двух сидушек. Я покупала сидушки как-то на Вайлдберис. Они такого аляпистого цвета были. Ну, под покрывало, под шторы. Все это лежит. Может быть, Ванину квартиру пойдет. Но, в общем, не подходит сейчас. И я их сшила между собой, эти две сидушки. Получилась вот такая подушечка. И на наволочку я сшила наволочку из мешковины. Мешковину, кстати, покупала на Вайлдберис. Такого хорошего качества. И потом на мешковину нашила вот этот свой недовяз. Вы там спрашивали схему. Друзья, ну, во-первых, где сейчас я вам выложу схему? Хотя могу во вкладке ВКонтакте выложить. В Одноклассниках у меня закрытый профиль. Поэтому, если вы не в друзьях, значит, не сможете увидеть. И больше в друзей я не добавляю. Ну, это такой мой бзик. Вот. Хватит мне групп. Может быть, выложу ВКонтакте, если найду. Но этот королевский мотив, он, по-моему, везде есть. Это называется королевский квадрат. Наберите в поиске королевский квадрат крючком схема. И вы найдете вот подобную схему. Так. И потом иголочка. Я просто вот аккуратненько цепляясь вот за эти, ну, как их, петельки, пришила это все на подушку. Нашила на готовую наволочку. Потом у меня оставалось еще, ну, в общем, еще вот такой квадратик. Я его, кстати, срезала аккуратненько. Он, естественно, был не таким. Там было продолжение вязания жакета. В общем, лишнее я срезала. Сейчас вам покажу, что у меня осталось. Вот все, что у меня осталось от недовяза. Совсем маленькая малость. Вот здесь даже, видите, вот такой квадрат есть. Я не знаю, что это. Пыталась сделать, наверное, головку плеча. Да, жакет этот должен был быть. Ну, это ерунда. Но зато какая красивая подушечка. И с обратной стороны, видите, как она, то есть, вот этот уголок с лицевой стороны, хотя тут сложно сказать, где лицевая сторона, мне вот это даже нравится больше. То есть, вот эти уголки тоже создают определенный узор. Вот, со всех сторон. И по центру я нашила те же самые квадратики. И вот такой вот оторочила, вот такой вот тесьмой. Тесьма это просто срезанный край от мешковины. Вот еще у меня осталось здесь. Видите? Вот она мешковина. И вот здесь был этот край. Ну, вот как на ткани, вот есть та сторона, которая не сыпется, так скажем. Вот я срезала этот край. И этот край послужил мне вот такой тесемочкой, которую потом я просто нашила. Ну, и из джутовой нитки сделала вот такие кисточки. И связала гибкий шнур. Гибкий шнур, очень много есть видео на канале. Наберите гибкий шнур Елена Сетникова, и вы найдете видео. Все. Со всех сторон вот эти кисточки и подушечка. Очень хорошо смотрится на этом кресле. Потому что здесь тоже джут. Вот. Она очень смотрится с этим комодом. Потому что тут тоже вот эту коробочку мы делали. Это из бумаги, напоминающей водоросли. Это вот лежат пряжи еще на одну подушечку, которую я буду вязать. Вот такого плана. То есть вот такая подушка будет еще. Вот. В общем, собирается вязанный декор для нашего дома. И очень все красиво будет смотреться, когда все будет готово. Вот наволочки заменю сегодня. Пошью наволочку. Вот материал нашла. Я эта старая штора висела у сына в московской квартире. Вот из нее я пошью две вот такие наволочки. И все тогда будет вписываться в декор нашей спальни. Ну и еще что я сделала, друзья. Из остатков вот этих мотивов, которые я вязала. И должен был быть пиджак. Я связала, я сделала вот такой вот замечательный светильник. Это обычная банка из-под грибочков, которые я покупала в светофоре. Так, куда-то надо встать, чтобы свет падал. Вот, в другую сторону. Вот. Просто натянула. Ну, то есть собрала в круг вот эти мотивы. И одела на банку. Это все снимается, можно стирать. Вот такая подставка у меня была. Вот эта металлическая. Я даже не знаю, что это было. Они говорят, это мне что-то дарили. В общем, это было в московской квартире. Все забирала, все пригодилось. Вот там оставался у меня маленький кусочек джута. И вот как раз его хватило, чтобы обклеить дно банки. И приклеить потом вот эту вот подставку. Сверху я покрасила вот этот ободок черной краской. Но еще надо будет один разочек пройтись. Ну, чтобы красиво смотрелось. Вот черный низ, черный верх. И кусочек кружева, чтобы закрыть вот это горлышко банки. Чтобы это был, ну, полноценный светильник. Очень красиво. Я вам постараюсь вставить там коротенькое видео. Кто пристально следит за моим каналом, тот знает, о чем я говорю. Я делала сюжет с этой лампой, как она горит ночью. Ну, и в это видео я постараюсь это вставить, если не удалила с телефона этот короткий сюжет. Музыка. 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 Это завораживает. Это очень-очень красиво смотрится вечером. Это просто сказка. Вот я вот здесь ставлю этот светильник. Туда кладу икеевскую. Вот там даже сейчас лежит эта икеевская свеча, которая выгорела. И ложусь на кровать и засыпаю под вот это... Ну, это не передать словами. Это очень-очень красиво смотрится. Ну, и, конечно, гармонирует это все с этой подушечкой. Так, видео затянулось. Хотела там вам вставить еще кулинарные дела. Ну, уже тогда это все не буду мешать в одну кучу. В другом видео расскажу я, как я обожглась на рецепте на одном, который увидела на ютубе. Ну, конечно, потом переделала. Но кое-что пришлось выкинуть. Жалко продукты. Жалко мне стакан домашнего молока. Жалко куркуму, муку и так далее. Чуть не испортила вообще все. Блюдо было из кабачков. Это такая небольшая интрига для вас. Как же коты любят устроиться на чем-то таком мягком. Вот пусть и уже на мешковине кусочки лежит. Вот. Все, мои хорошие. На этой ноте я буду заканчивать сегодня такой вязально-невязальный влог. Всего понемногу. Надеюсь, вам было интересно. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok